В храмах Казани сегодня немноголюдно. Начало поста пришлось на середину недели. И за благословением, а так легче поститься, сегодня пришли в основном пожилые люди. Это радость для каждого православного человека. Это не утеснение какое-то, не скорбь какая-то, а именно радость, что во время поста я могу хоть частичку себя посвятить Богу. Ну вот сегодня, значит, мы готовили фруктовый плов. Зато на церковной кухне суета. После службы священников ждет постный обед по всем правилам. Без мяса, яиц и молока. Но можно рыбу и растительное масло. Поэтому рождественский пост и считается нестрогим. В приходе больше любят борщи, щи, потом вареньки мы делаем, с капустой вареньки, с картошкой вареньки. Вот у нас очень любят. Церковная лавочница Надежда Галеева соблюдает все посты. Она устроилась в храм пять лет назад с неважным здоровьем. Но вера ее исцелила, утверждает женщина. Пост – время хорошее. Даже вот посуду мыть можно просто прохладной водой. Никаких-то таких жиров нет. Ну а вообще, конечно, и легче. Во время поста легче и молиться, и литературу читать духовно. Ну и потом просто чувство, что вместе со всей церковью. И хотя рождественский пост не самый строгий, искушение верующих все же ждет. Это Новый год. Православные его не отмечают. Более того, на новогодние дни приходится самое строгое – воздержание в пище и самая усердная молитва. А это значит никакого оливье и шампанского. Юлия Шабанова, Максим Золотухин, Телеканал ФИР.